Доброго вам утра, дня и вечера. Я Баба Маша на канале Растительные Психоделики. На меня пошла толпа с одним и тем же вопросом. Вопрос вот такой. Баба Маша, здравствуйте. Я извиняюсь за то, что опять беспокоил вас. Я в одном из ваших видео услышал о том, что вы говорили, что вы несколько дней неважно себя чувствовали после того, как летали. В аэропорту вы говорили, что вы стояли в очереди китайцев, что возможно как раз таки этот вирус и подхватили. Еще к тому, недавно в инстаграме, в своем прямом эфире, эпифанцев Владимир, он сказал, что да, Баба Маша болела, все нормально, отлежала все дела. Вот вопрос. Что конкретно вы принимали, может какие-то настойки, я не знаю. Поскольку диагноз мой вскрылся для народа, давайте мы поговорим о коронавирусе. Я вам как врач, переболевший и выздоровевший, скажу одну вещь, хватит паниковать. Давайте поговорим о симптомах развития болезни, что можно сделать. Инкубационный период от 5 дней до 2 недель. От начала заболевания 3 недели и человек уже не заразный. Хочу сразу сказать, что по статистике вирус поражает людей более пожилом в возрасте. Это как правило за 50 и выше. И смертельные случаи наблюдаются у людей, у которых уже есть предрасположенность. Это сердечно-сосудистая недостаточность или легочные заболевания. Младенцев, молодых, подростков и среднего возраста практически коронавирус не трогает. Заболевание протекает по типу очень агрессивной пневмонии. И чтобы вы перестали паниковать, я хочу вам сказать, что ежегодно пневмония заболевает около 15-16 миллионов человек в мире. И процесс смертности достаточно высокий, 8%. Симптомов по типу ОРЗ, как правило, не наблюдается. Это не воспаление верхних дыхательных путей, которые затрагивают преимущественно нос. И вовлечено горло, гортани, пазухи. То есть не наблюдается заложенность носа, насморк и чихание. Начало болезни острое. Утром человек может быть здоров, а к обеду уже лежать с температурой. Затем по клинике происходит поражение респираторных отделов легких по типу альвеолита. Второстепенный симптом – это головная боль, слабость, недомогание, температура 38 и выше, жесткое дыхание и крепитация в нижних отделах легких, такой пузырчатый звук при дыхании. Дыхание затрудненное, бледность кожных покровов, озноб, который сменяется жаром, потоотделение. Через 4-5 дней появляется сухой, абсолютно непродуктивный кашель, поскольку вся картина развивается в нижних отделах легких. Кашель приступообразный, непродуктивный кашель со звуком, напоминающий кашель у детей, болеющих коклюшем. К 10-11 дню идет разрешение пневмонии и начинается отхождение мокроты. Мокрота отходит очень много, до полстакана в день. Она слизистая, стекловидная, очень густая. Затем мокрота превращается в пенообразную. Мокроту предлагается сплевывать, не заглатывать. В стадии непродуктивного кашля приступы очень сильные и очень частые. Поэтому пожилым людям я предлагаю не кашлять в горизонтальном положении. Садитесь, кашляйте сидя, чтобы хоть как-то уменьшить напряжение передней брюшной стенки. Или вы заработаете себе грыжу. С самого начала процесса идет очень сильное обезвоживание. Как только наступило разрешение и началось отхождение мокроты, все считайте, все закончилось. Далее будет отхождение мокроты. Это может быть месяц, полтора, в зависимости от иммунитета. Это будет сопровождаться слабостью, дыхательной недостаточностью, которая будет разрешаться с каждым днем. Восстановится сон, прекратятся приступы кашля. И останется только отхождение мокроты. И все, что можно сделать. Антибиотики не действуют и желательно их не принимать, поскольку никак эти антибиотики на вирус не действуют. Лечение чисто симптоматическое. Первое, это изолировать себя в отдельной комнате. Постельный режим. Питье обильное, частое, не по многу, а по чуть-чуть. И постоянно теплое, обильное питье. Температуру тоже не обязательно сбивать. Это говорит о том, что ваш организм борется с вирусом. Поэтому ложитесь в постельку, смотрите ютуб и самое главное без паники. Хочу еще раз добавить, что все слухи о смертельном вирусе вызваны тем, что вирус уже поражает группу риска пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями. Поэтому смертность высока, потому что вирус действует избирательно уже на слабую часть человечества. Когда начинается сухой непродуктивный кашель, какие препараты можно использовать? Использовать можно препараты, стимулирующие отхаркивание. То есть препараты, которые стимулируют отхаркивание, разжижают бронхиальный секрет. Я вам предлагаю ни в коем случае не применять противокашливые средства центрального действия, которые подавляют кашлевой рефлекс и угнетают соответствующие участки мозга. Как правило, к этой группе относятся производные морфина, кодеин, бутамират. Почему я не предлагаю? Потому что кашель остановится, вся мокрота будет собираться в легких, и это может вызвать вторичную инфекцию или отек легкого. Еще раз повторюсь, поскольку мокрота очень вязкая и отхаркивается очень плохо, предлагается принимать препараты, разжижающие мокроту. И вторая группа препараты, которые стимулируют отхаркивание. Все. Это могут быть травы или... Самые обычные действия, которые мы все дома можем применять, это йодная сетка, ингаляции. Я не пользовалась таблетками, я пользовалась отхаркивающими травами. Не какими-то там специальными, а просто все, что было под рукой дома на тот момент. Я делала чай и его пила. Я не съела ни одной таблетки. Я пользовалась рапе в большом количестве, практически полтора месяца. И растирала спину и грудь настойкой мухомора. Но сказать вам, что мне это помогло или нет, я не могу. Этот период достаточно затяжной, но проходит слабость, дыхание восстанавливается. И несмотря на то, что мокрота все еще отходит, можно спокойно работать и восстанавливаться. Но вопросы, как это проходило у меня, первые три недели этого года я провела в Азии. 21-го я летела с пересадкой в Стамбуле, в Калифорнию. Китай был еще не закрыт. На борту у нас была большая группа китайцев. В пункте вылета вокруг меня никто не болел. Я прилетела домой, вокруг меня также никто не болел. В контакте я ни с кем не была, кроме своих близких. И ровно через 10 дней инкубационного периода, утром я была совершенно нормальный здоровый человек. В 5 утра мы с Хуаном поехали второй раз в тайгу за мухоморами. В 12.30 мы выехали из Таги, направились домой. И здесь в машине у меня начались судороги нижних конечностей. И в 5 часов я уже лежала с температурой. В коронавирус я, как и многие из нас, не верила, симптомы не читала, за статистикой не наблюдала. И поскольку я не думала, что у меня коронавирус, в первые дни я пыталась быть активной, что-то там еще делала. Записала два ролика в перерывах между приступами кашля. Где-то через две недели я решила посмотреть, а какие же симптомы. Все совпало один в один, к тому времени я уже вышла из штопора. Ну и затем диагноз подтвердился. В остром периоде я была в контакте с семью людьми, ни один из них не заболел. Музыкант вообще врывался ко мне в спальню каждое утро. Несмотря на то, что я его выгоняла, он даже умудрился целовать меня в щуку. Говоря, что я в гробу увидела этот вирус, я не заболею. Поэтому, что я вам хочу сказать. Остановить этот вирус можно только изоляцией больных людей. Если вы заболели, закрывайтесь дома, чтобы остановить вирус на вас. Переболеете, встанете, все будет нормально. Да, у нас остановились все массовые мероприятия. Закрываются бизнесы, школы, рестораны, парки и прочие публичные места. Посмотрим, что для нас теперь будет делать правительство. Как, например, правительство Италии приостановило выплаты по ипотеке после экономического воздействия вспышки коронавируса на семьи и малый бизнес. Посмотрим теперь, как наши правительства о нас заботятся. На вопрос конспирация, выведен он, не выведен, я сказать ничего не могу. Я могу только сказать, что на этой планете постоянно происходили какие-то эпидемии, если мы помним, и чума, и холера, и черная оспа, и грипп, и все такое. Да, это происходит на нашей планете. И в связи с этой новой пандемией, может, это как-то охладит воинствующих агрессивных хуманоидов, потому что идет подсказка, что хватит воевать друг с другом, и в тот момент, когда человечество должно сплотиться против вируса, нас как вид убивающего, поэтому самое главное не паниковать. Предлагается просто соблюдать изоляцию и держать в уме, что даже если люди помоложе, не подвержены вирусу, но молодые могут принести этот вирус домой старикам. Поэтому нужно сокращать передвижение, и все само собой закончится. На вопрос, помогает ли мухомор в профилактике этого вируса, я тоже сказать не могу. Кстати, заболевание у меня началось во время приема микродоз, так что я не думаю, что микродозы мухомора могут нас спасти. Поэтому успокаивайтесь, переживать, кричать и паниковать не стоит. Будем мы паниковать или не будем, никак не изменит ход этого вируса. А можно радоваться, что освободилось время, и можно заняться чем-нибудь для себя. Вот я вам пример, старая бабка, я переболела, выжила. Вот на этом ставим жирную точку. На этом бабушка с вами прощается, и я вам желаю не заболеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!